На промышленной улице начались работы по установке освещения. Реконструкция дороги здесь подходит к концу. Теперь настала очередь электриков. Включить свет на этом участке предстоит челнинским предприятиям. Как продвигается работа, расскажем далее. Промышленная улица всегда была обделена освещением. Со времен строительства завода здесь так и не установили фонари. В этом районе расположены строительно-монтажные предприятия, дорога к которым всегда находилась во мраке. В темное время суток путь водителям освещает только свет фар. Да не было дороги, а свет-то фары есть. Будет неплохо, если будет. Будет лучше. Монтаж фонарей будет происходить в четыре этапа. Заготовка основания, укладка кабеля, установка опоры светильников. Работы предстоит провести на шести километрах трассы. Здесь примерно около двухсот опор будет. На каждой опоре по два светильника. Это расстояние от кольца М7 до кузнечного кольца. Первый этап почти закончен. Рабочие горсвета уже установили 77 оснований для фонарей. Опоры для промышленной улицы также ждут своего часа. По словам руководителя ТАТ «Электромонтаж», они отличаются от тех, что уже установлено на Московском проспекте. Модификация опор, в отличие от Московского проспекта, они ставятся на разделительной полосе. Высота опор на один метр выше и двухсторонние кронштейны. Конструкции очень удобные, когда технические условия по краям дорог, невозможно делать освещение. Каждый день через промышленную улицу проходят сотни большегрузов и легковых автомобилей. По словам руководства «Горсвета», работы предполагаются завершить к ноябрю. Средства на этот проект были выделены из республиканского бюджета. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, Челны, 24.